Завершение 18-й международной летней космической школы. Две команды иностранных студентов защитили свои проекты наноспутников перед комиссией Самарского университета имени Королёва. За две недели участники школы из шести стран изучили теорию работы наноспутников. Занятия вели ведущие учёные из разных университетов. Новые знания студенты применили в разработке миссий двух малых аппаратов для дистанционного зондирования Земли и исследования атмосферы. Это поможет им в учёбе, потому что у нас в этот раз много людей, которые учатся в бакалавриате, у них там за границей. Соответственно, это им поможет в дальнейшей учёбе. Первая миссия – это анализ и проектирование космического аппарата дистанционного зондирования Земли. Он помогает изучать поверхность планеты с дальнего расстояния. Вторая миссия касается создания группировки маленьких сферических фемтоспутников. Они весят меньше 100 граммов и предназначены для изучения плотности верхних слоёв атмосферы. Информация о плотности атмосферы, она важна для прогнозирования космического мусора. То есть, когда надо ожидать, что мусор упадёт на Землю. И прогнозирование мусора, даже прогнозирование, может быть, точек падения космического мусора – это тоже очень важно. После успешной защиты проектов каждый студент из Боливии, Бразилии, Мексинки, Мьянмы, Перу и Эфиопии был награждён дипломом о прохождении школы, перспективные космические технологии и эксперименты в космосе. Я очень рад возможности участвовать в летней школе Самарского университета. Спасибо огромное за приглашение поучаствовать в летней школе профессорам. Преподаватели, которые вели занятия, лично поздравили команду участников сладкими презентами. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров, События.